Утро от первого, мы на месте. Ты надо заработал, включи этот ускор в полосы. Изов принято, уезжаем. 26 декабря на пульт 102 поступило сообщение на живом ранении. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что удар ножом получил мужчина от своей супруги в ходе семейной ссоры. Как рассказала женщина, на этот шаг она пошла от отчаяния, пытаясь защититься от пьяного, разбушевавшегося мужа. Детей он унижает, например, морально он унижает. Я не говорю, бывает руки распускают, тоже не по делу. Бывает и по пьяни руки распускают. Но так как меня не избивает, я вот тамограммы снимала, экспертизу вот в морге снимала, до суда у нас доходила. И вот наркологию все время на мировую иду, потому что он говорит, где ты будешь жить, я детей не отдам, я тебе кислотой волью, ты должна, мы семья, 18 лет не выкинешь. Он под любым предлогом меня возвращает и обратно начинает. Понимаете, он вот 10 дней назад, вот сотрудников мы вызывали, у сестренки я была, он двери долбил нам пенал. После этого они же передали участковому. Теперь он говорит, давай детям Новый год не будем портить, праздник это все-таки без матери, давай елку нарядим, вот это все, это утренники в школе. Я пришла, да, я пришла, он 10 дней только я вот как дома, я все убрала, перестирала, приготовила. Теперь вот всю елку нарядили утренники, и он сегодня, он пошел, напился, пришел и начал, что с сестренкой написали заявление ментам, да мне похеру, да пусть еще 10 напишет, да эти. По словам женщины, муж постоянно терроризирует не только ее, но и малолетних детей, но в этот раз супруг, бывший спортсмен, перешел все границы. Сейчас, и потом подошел, вот, мужики дерутся, прям лицо, вот так вот, я думала, он мне головой ударит, просто не могла уже ждать, автоматически уже, он, ну, я боюсь его, панически, я пятый угол забиваюсь. И он подошел, ну, уже знаю по характеру, по поведению, когда он просто выделывается, а когда может ударить, он до такой, видимо, степени агрессия, что мы написали заявление, что он вот просто вплотную подошел и говорит, что ты, что я вот так, все уже, доля секунды, и все, я даже не знаю, дальше вот он зачем-то повернулся, за что-то нагнулся, и все, я нож взяла и засунула в спину, ну и все. Потом я засунула, развернулась убегать, он за мной побежал, меня еще вот схватил, начал тащить, я вырвалась с крыльца, у нас там крыльцо три штуки, и быстро я спустилась, он вот так вперед меня пробежал с торчащим ножом в спине, и вот так встал, и мне держит калитку, я взяла, и вот он на борьбу ходил, он борьбой занимался, и он нагинается, вот схватить меня, чтобы я упала, и он нагнулся, я быстро этот нож так вытащила, и говорю, не подходи я тебе сейчас, ну зарежу, вообще убью, говорю, не подходи, и я калитки побежала, быстро вот так открыла, и выбежала, и убежала босиком, и бежала до Нурсата, не знаю по времени сколько, и не знаю, как я добежала, у меня ноги горели аж от холода, босиком просто. Еле сбежавшая от мужа женщина добежала до сестры, и из ее дома сама вызвала полицейских и скорую помощь. Сейчас по этому факту расследование ведут сотрудники Альфарабийского отдела полиции. Два часов декабря ночью в одном из канализационных люков по улице 1 мая был обнаружен труп мужчины. Погибшего узнал один из очевидцев происшествия. Полицейским он рассказал, что это его друг, пропавший более месяца назад. Я заглянул туда примерно в 5 часов, увидел мужчину, это оказался муж Забиры, я сразу его узнал, он мой друг, ровесник со мной, ему 54 года. Как пропал, мы на телевидении давали объявление и бегущую строку, наверное, сам туда упал. Сотрудники Дорожно-патрульной полиции в ходе одного из рейдов для проверки документов восстановили автомашину марки ВАЗ. Сразу после остановки из автомобиля выбежал молодой человек с сумкой и попытался сбежать. Полицейские задержали молодого человека 1994 года рождения, выяснив причину бегства. Как оказалось, в сумке находилось оружие. Позже полицейские установили образец. Это было ружье 12-го калибра марки ВИП. Сейчас по этому факту полицейские возбудили уголовное дело по статье 287 Уголовного кодекса. Ведется досудебное расследование. Не запринято. Выезжаем.